друзья мои хорошие привет мальчики и девочки с вами татьяна я сейчас получаю очень много комментариев сообщений вопросов и один такой из основных вопросов это что же с моим происходит похудением а что с моим похудением да ничего не происходит я честно хочу вам признаться да что за вторую декаду лет и сентябрь я даже прибавила около 3 килограмм ну где улыбаюсь как видите не горю по этому поводу а почему потому что я не считаю это не срывом не зажором потому что но срыв это что срыв это когда-то вдруг стала есть сковородку жареной картошки жареное мясо что-то еще такое недозволенное при похудении ничего подобного этого есть не стало поэтому не считаю срывом и кстати я не на диете сидела срыв да это когда сидишь на диете строго определенный режим строго определенные продукты и друг то начинает шлопать все подряд да я считаю это срыв ну поскольку он где-то я не сидела у меня свой принцип питания был и срывом не считаю просто некие отклонения зажор ну да можно назвать зажор зажор чем сезон фруктов и я решил от них не отказываться потому что практически все это есть у меня на даче экологически чистая полезно витамины я решила набраться витаминов поскольку поскольку при моей онкологии витамины мне аптечные все строго запрещены ну а надо же как-то кормить свой организм готовиться в зиме подпитывать к тому же еще сезон арбузов дынь ну и конечно вот в этом плане до зажор в августе длинные вечера и вечерком такая большая фруктовая тарелочка шла вход поэтому я не паникую спокойно к этому отношусь знаю причины почему это произошло и знаю точно что сейчас это скоро все закончится глядите какие красивые листики у каштана знаю что сейчас сезон заканчивается я снова приступаю к своему похудению то есть у меня план разработан и я продолжу продолжу это делать ну а еще причина в том что я набрала вес конечно это нарушение режима питания в летнее время очень трудно его соблюдать потому что дачи какие-то еще дела лета же сами понимаете да можно можете сказать что сейчас можно делать контейнер очки с едой брать их с собой куда-то но извините у нас волгоградской области 30 40 градусов жары какой контейнер очки схватить еще какую-нибудь инфекцию как бы тоже не хочется вот так и приходилось что где-то какие-то перекусы пропуски питания а потом потом где-то побольше ел это согласно по физической нагрузке бассейн отдыхал летом не ходила физкультура занять в отпуске тоже не ходила до сих пор нет единственное единственное что я не бросала это ходьбу по-прежнему все лет и сейчас я прохожу 8 километров в день вы знаете это наверно некий такой эксперимент потому что какие-то вещи вот сейчас я поняла поняла их механизм и теперь даже в своем питании я буду подходить к этому немножечко по-другому а что я поняла поняла то что при похудении физическая нагрузка менее важна чем питание ну я имею ввиду такая кардионагрузка ходьба там еще что-то еще что-то конечно если такая усиленная мощная тренировочка то может возможно да поняла что основное это питание как только немножко пошире открыл рот то вес начинает приходить поняла еще такую вещь что действительно и теперь я не могу даже возразить возразить соглашаюсь на сто процентов что если ты хочешь похудеть держать свой вес то твоя и твое питание твой образ жизни должно стать твоим образом жизнь да с этим я согласаюсь соглашаюсь на все сто но это я понимала давно поэтому именно поэтому я не садилась не на какую жесткую диету а вот для себя какой-то режим я выработала и которому следовало еще чуть-чуть и я возвращаюсь к своему похудению будем с вами вновь худеть оставайтесь со мной до конца смотрите ролик я вам покажу изобилие изобилие наших фруктов бахчевых кстати арбузики дыньки тыквы растут у нас местные поэтому как от этого можно и нужно ли отказываться я решила что не нужно это минчики мне тоже нужны ну что мои хорошие я бегу бегу в бассейн очень рада что с вами пообщалась чудесное начало октября погода прекрасная настроение тоже вам всего хорошего всего всего самого позитивного чтобы ваши планы исполнялись и выжили спокойно без стрессов ну все пока пока с вами была ваша татьяна да 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 не забывайте подписываться на мой канал ставить мне лайки мне очень-очень это греет душ поверьте не буду это скрывать пока пока увидимся в следующих моих видео вот такое изобилие осеннее у нас виноград помидорчики сливы яблочки помидоры разные-разные-разные-разные крупные и вот такие полосатенькие и темные и розовые чесночок все еще такой большой ассортимент арбузиков тыковчик это вот тут это дынька да и вкусно такой большой ассортимент это вот все у нас растут тут да не привозные так вот и и Продолжение следует...